На календаре 7 января среда. Информационная служба канала РТВА продолжает свою работу с международными новостями. К этому часу вас ознакомлю я, Сергей Кения. Здравствуйте. Сейчас в мире. 1 апреля палестинская автономия присоединится к Международному уголовному суду. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Пан Гимун. Членство в МУС, в компетенцию которого входит преследование лиц, соответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, позволит Рамале подавать иски против Израиля. Вместе с тем, после присоединения к Международному уголовному суду будут преследоваться и палестинские террористические группировки. Глава автономии Махмуд Аббас подал заявку в Гаагу 31 декабря прошлого года, что вызвало гневную реакцию власти Израиля. В ответ на эти действия Иерусалим заморозил передачу палестинской администрации 127 миллионов долларов налоговых сборов. В столице Йемена Сане совершен крупный тарак. Заминированный автомобиль взлетел на воздух у здания полицейского колледжа. По данным СМИ, бомба взорвалась рядом с толпой студентов и абитуриентов. В результате погибли не менее 50 человек, еще несколько десятков получили ранения. Взрыв был настолько мощным, что его слышали практически во всех районах города. Стоит отметить, что рядом с полицейским училищем расположен и штаб шиитских повстанцев из племени Хути. Они ведут борьбу с правительственными силами и с унитскими радикалами. Ответственность за нынешний таракт местные власти возлагают на боевиков группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове. Мы услышали сильный взрыв. Когда подбежали сюда, к полицейскому колледжу, увидели, что взорвался автомобиль. В момент таракта здесь были студенты. Большинство погибших именно они. В американском штате Техас вооруженный мужчина открыл стрельбу в военном госпитале города Эль-Пасо. Инцидент произошел в клинике Министерства по делам ветеранов недалеко от базы Форт Близ. В результате ранения получили два человека, один из которых врач клиники впоследствии скончался. Армейский медицинский центр был блокирован в течение нескольких часов. Позже американские СМИ сообщили, что нападавший застрелился. Расследованием дела занялось ФБР. Предполагаемый стрелок мертв. Один из пострадавших скончался. Все остальные сотрудники и пациенты медицинского центра находятся в безопасности. Ситуация под контролем. На месте крушения пассажирского лайнера Аэробуса 320-200 в Яванском море найден обломок хвостовой части самолета. Именно в этом секторе должен находиться и черный ящик с бортовыми записями, которые дадут информацию о причинах авиакатастрофы. Сообщается, что хвост находится на дне моря на глубине 25 метров. Самолет малазийской авиакомпании «Рейша», на борту которого находились 162 человека, пропал с экранов радаров 28 декабря. Позже выяснилось, что он рухнул в море. В настоящее время спасателям удалось обнаружить несколько десятков обломков лайнера и несколько десятков тел погибших. Мы обнаружили хвостовую часть самолета. На сегодняшний день это была нашей главной задачей. Фрагмент лайнера был найден во второй по приоритетности зоне поиска. Авиапроисшествие со счастливым концом в Новой Зеландии. Самолет, на борту которого находились 13 человек, рухнул в озеро Таупо. Впрочем, ни погибших, ни серьезно пострадавших нет. Все, кто был на борту, успели покинуть его до крушения. Шесть пассажиров и семь членов экипажа выпрыгнули из самолета с парашютами и успешно приземлились. Надо сказать, машина была предназначена для таких прыжков. Последним борт покинул командир воздушного судна. Православные христиане отмечают сегодня один из самых главных религиозных праздников – Рождество. Торжественные богослужения, призванные напомнить о великом событии, с которого начался отчет новой эры человечества, прошли по всему миру. Отмечает рождение Мессии и Украина. Но конфликт на востоке страны внес свои коррективы. Как украинцы встретили Рождество, расскажет моя коллега Нина Шамуге. Владимирский кафедральный собор – главный храм Киевского патриархата. Рождественское богослужение. Возглавил его представитель Украинской православной церкви – Филарет. Патриарх Киевский, всея Руси и Украины – это официальный титул Филарета, обратился к пастве с ежегодным посланием. Отпечаток войны на востоке страны явно прослеживался в речи духовного лидера. «Помолимся Господу, чтобы Он даровал нам победу над видимыми и невидимыми врагами и мир в Украине и во всем мире». Прихожане вполне искренне откликнулись на призыв Филарета. «Народу Украины хотелось бы пожелать действительного единства, чтобы все эти события, которые у нас в последний год, 2014-й, были, из них были сделаны правильные выводы и, наконец, восходился мир на нашей земле». «Сегодняшний праздник, я думаю, для всех означает – пусть побеждает добро над злом, пусть закончатся войны, пусть люди будут здоровы и счастливы». Чтобы горе миновало, в сердце Западной Украины соорудили огромный оберег. В канун Рождества во Львове традиционно установили главный рождественский символ – соломенный дедух. Трехметровый соломенный гигант простоит в центре до грещения. Для создания оберега потребовалось 140 снопов соломы. Символизирует благодарность за хлеб, за жизнь, за все блага. «О Иисусе, эй же, эй же, слава!» «В этом году будет тяжело, потому что многие потеряли сыновей, отцов и братьев, а кто-то до сих пор на Востоке. Этот год – большое испытание нашей веры, нашей жертвенности, поэтому я прошу всех молиться за тех, кого сегодня уже с нами нет. Это непросто, но я уверен, что мы пройдем эти испытания и станем только сильнее. Это наша добрая украинская традиция. Дедух в хату, вся нечисть с хаты». Мир на Востоке Украины лишь на бумаге. Рождественская ночь в зоне проведения АТО отметилась увеличением количества ночных обстрелов. Украинские военные зафиксировали 15 случаев нарушения режима перемирия за минувшую ночь. Ополченцы заявляют о восьми подобных случаях. Подальше от шальной пули вооруженный конфликт внес коррективы в религиозные празднества. В Донбассе отменили ночные рождественские службы. Митрополит Киевский Иларион обратился к священнослужителям Востока страны с просьбой не нарушать комендантский час, веденный в регионе самопровозглашенными властями с начала мая, и перенести службы из храмов, находящихся в зоне обстрелов, в более безопасное место. На этом пока все о развитии событий. В следующем выпуске я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова